В почтовых ящиках лобинцев теперь будет на одну квитанцию меньше. Лобинский филиал НЭСК поэтапно переходит от разноса бумажных квитанций по адресам абонентов на электронный вариант. С июля текущего года компания НЭСК не предоставляет абонентам бумажные квитанции уже в 12 городах Краснодарского края. Переход на электронные квитанции связан с тем, что многие граждане переходят на современные методы оплаты за коммунальные услуги. В связи с этим в НЭСК внедряются новые интерактивные сервисы, в том числе и переход на электронные квитанции. Это организован личный кабинет на официальном сайте компании. Поэтому замена бумажных квитанций, счетов квитанций на электронные, они практически ничего не меняют. Только единственное, что человеку, людям нужно привыкнуть к этому. НЭСК уделяет особое внимание информированию населения. В бумажных квитанциях размещается вся информация о переходе в электронный формат и отрывная часть, где есть номер лицевого счета, QR-код и штрих-код. В привычных для потребителей пунктах приема платежей достаточно будет назвать свой лицевой счет или сканировать коды, чтобы узнать сумму и здесь же оплатить электроэнергию. Также можно зайти в личный кабинет на сайте компании, получить квитанцию и оплатить услугу без комиссии. ОНЭСК проработала вопрос приема платежей без квитанции со всеми контрагентами, с которыми заключены договора по приему платежей. Где расположены наши филиалы банки, в ГУП Почта России. Во всех отделениях, в которых при оплате будут распечатываться чек, в котором будут указываться предыдущие, текущие показания с указанием лицевого счета. Это потребителям нужно будет только назвать номер своего лицевого счета. При необходимости получить квитанцию на бумажном носителе, можно обратившись в филиал ОНЭС Клобинский энергосбыт. Также сохранилось оповещение через мобильные телефоны, которые мы брали у потребителей при заключении договоров. В НЭСК позаботились и о пожилых гражданах, которые не владеют современными технологиями и не пользуются никакими интернет-ресурсами. Им проще всего будет, сняв показания счетчика, позвонить оператору НЭСК, который внесет все данные в электронную базу. В привычном пункте приема платежей назвать номер своего лицевого счета и оплатить услугу. Оператор распечатает чек с указанием суммы оплаты, текущими и предыдущими показаниями прибора учета. Для удобства граждан достигнута договоренность с Почтой России об оплате электроэнергии, бесплатежных документов и комиссии во всех отделениях Почты России, а также у почтальона. Большинство из них оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами, при помощи которых передать показания и оплачивать за электроэнергию можно, не выходя из дома. Мы заверяем наших абонентов, что ООНЭСК предпринимает все необходимые меры для создания максимально комфортных и своевременных условий, предоставления услуг для всех категорий граждан. Значит, пожилые граждане, ну как платили, так и платят. Приходят в банк, приходят в филиал в наш НЭСК на улицу Пионерская, 71, придут на почту, назовут свой лицевой счет на отрывной квитанции. Все. Также нужно передавать свои показания, как передавали те же самые телефоны, через контакт-центр можно позвонить. У нас организовано, здесь вот в операционном зале сидит специалист специально по оказанию помощи заведения личного кабинета каждому. Люди приходят, по 10 человек в день заводят лицевые счета, поэтому я обращаюсь ко всем, у кого есть трудности с этим, могут обратиться к нам, то есть прийти просто только со своим паролем электронной почты, со своей электронной почты. И тут все помогут, и прямо на месте тут и сделают все. Юлия Сухомлинова, Александр Байванов, телекомпания «ЛАБА». Юлия Сухомлинова, Донни rhеводов, телекомпания «lishанской» Юлия Сухомлинова, Fernando- submисли drip. Юлия Сухомлинов, телекомпания «ЛАБА». Продолжение следует...